Много ты дерешься, иногда проигрываешь даже, но чаще выиграешь. Помнишь поражение какое-нибудь обидное сам? Нет. Вот только в Америке, когда только начинал. Привет! Очередной бой принес Михаилу Фисенко не только победу, но и дисквалификацию. Во время зеленого дерби он ткнул клюшка Линуса у Уморка и теперь пропустит ближайший матч. Линус не смог ответить и даже упал, так что это был чистый нокаут. СКА впервые в этом сезоне проиграл три матча подряд в основное время. И пора бы уже понять, что это не просто так. Рано или поздно система с ротацией, с неумением переваривать игроков системы, должна была выйти боком. Даже в последние дни клуб, попытавшись почистить состав, все равно испугался. Отдали бы Вальцева и Кочеткова, но при этом забрали двух хоккеистов Фитязя. Не нужны команде еще человек пять, а то и семь, включая весьма странных легионеров. И это бы никак не сказалось на результатах. Может быть у хоккеистов было бы больше ответственности за то, что они показывают. Точнее не было бы страха ошибки, которая непременно выведет их из состава. Ведь ротация. Сейчас было бы правильнее перестроиться. Может быть действительно расстаться со многими. Подтянуть парней из фармклуба, из скрытой аренды, очиститься. Но боюсь, последствия будут совершенно противоположными. Но вдруг я ошибаюсь, из скрытой действительно изменится. Ответы мы получим в самое ближайшее время. Для питерцев три поражения подряд в основное время трагедия. И просто так они это не оставят. Игроку надо играть. Когда очень много в команде, ну не запасных, а просто игроков. Мы всех не можем одновременно поставить в состав. Поэтому надо играть. Поэтому это вынуждено было обмен. Не то, что в его команде. Возможно, если он постоянно бы играл, мы увидели другого Олега, который он был раньше. Но так получается, что конкуренция очень высокая. Слова-то правильные. Но только когда брали Олега Ли, приводили ровно противоположные аргументы. Хотя все понимали, что Олег не для СКА. Яков Тренин снова отправлен в АХЛ. Наш хоккеист провел один матч за Нэшвилл. Не блистал, но и не выпадал. Пора бы уже якобы понять, он не нужен этой системе. Тем не менее, Нэшвилл собирает наших игроков. Контракт новичка подписал Егор Афанасьев, который сейчас выступает в Лиге Онтарио. Возможно, в клубе видит что-то в этом хоккеисте. Но на месте Афанасьева я бы слишком не обольщался и посмотрел бы на того же Тренина. В Рейнджерс Артемия Панарина уже убрали от Павла Курчневича. Но команде это счастье не принесло, хотя Панарин забил. Лучшие российские игроки этой ночью собрались в Вашингтоне. Орлов, Овечкин и Кузнецов набрали по баллу, но забил только Александр. Правда, очень сильно напрягает игровое время Евгения. Он провел на площадке меньше 14 минут. Зато Кузнецов выиграл 63% вбрасываний. Егор Коршков не только набрал седьмое очко в матче за Торонто в АХЛ, но и реализовал победный буллит во встрече с Кливлендом. Ау, Майк Бэбкок, не нужен вам Акулов? И последнее, нападающий ЦСКА Кирилл Капризов пропустит ближайшую неделю из-за травмы, полученной в матче против трактора. И сегодня вечером у Торпедо появляются хорошие шансы, лишь бы только охранники нормальные попались. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok